Физик-игерщик оценил ситуацию вокруг ядерного гроба США в Тихом океане. Радио. Спутник. Физик-игерщик оценил ситуацию вокруг ядерного гроба США в Тихом океане. 16.41 фото. Public Domain. Образовавшееся после взрыва Кассел Браво на Атоле Бикини. 1 марта 1954 года. Фото. Public Domain. Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан, считает Генсек ООН. Как отметил в эфире радио Спутник, эксперт программы безопасности радиоактивных отходов РСОЭС Андрей Ажаровский, долгосрочного решения проблемы радиоактивных отходов пока не существует. 25 апреля, 19.47 эксперт, деградация природы страшнее и опаснее ядерного оружия. Экс-директор СВР, генерал армии Вячеслав Трубников назвал самой страшной угрозой человечеству проблемы с экологией. Как отметил в эфире радио Спутник, эксперт Сергей Лисовский, последствия экологической катастрофы осознаются не всеми. Радиоактивные отходы от американских испытаний ядерного оружия могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антонио Гутириш. По его словам, ядерный гроб, который США построили на острове Ранит в конце 1970-х годов для хранения отходов, разрушается, и радиоактивные вещества могут вытекать в океан, сообщает Fox News. Гутириш рассказал, что риском утечки радиоактивных материалов в этом районе очень обеспокоен президент Маршаловых островов Хильдахейн. Генсек ООН призвал принять меры для предотвращения возможной катастрофы. С 1946 по 1958 год Пентагон провел на Маршаловых островах 67 наземных, воздушных и подводных испытания ядерного оружия. Остатки почвы и пепла от взрывов было решено укрыть в кратере, закрыв его бетонным куполом. Однако сейчас в нем появились трещины. Эксперты предполагают, что он может развалиться при тропическом циклоне. В эфире радио «Спутник» физик-идерщик, эксперт программы безопасность радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза РСОС, Андрей Ажаровский прокомментировал вероятность попадания ядерных отходов в Тихий океан. Ситуация с любыми радиоактивными отходами представляет опасность, если отходы попадают в окружающую среду. И этот случай, появление трещин на куполе над ядерными отходами РЕД, на бывшем американском полигоне в Тихом океане, как раз демонстрирует, что долгосрочного решения проблемы радиоактивных отходов нет. Ведь что там происходило, они построили бетонное сооружение, в котором спрятали почву зараженную, части техники, радиоактивно загрязненные в результате испытания ядерного оружия, и рассчитывали, что этот бетон будет сдерживать в себе радиоактивные отходы. Но уже зафиксированы протечки. Это, конечно, неприемлемо. Любые радиоактивные отходы рано или поздно попадут в окружающую среду, потому что пока не придумано надежных способов их изоляции на весь срок, пока они представляют опасность, сказал Андрей Ажаровский. 26 апреля, 9.55 эксперт объяснил, почему в США заговорили о контроле над ядерным оружием. Дональд Трамп проводит переговоры с министерствами о выработке нового ядерного соглашения с участием России и Китая, сообщили СМИ. Военный эксперт Алексей Подберезкин в эфире радио «Спутник» высказал свое мнение о целях США на этом направлении.